Доброго времени суток, уважаемые пользователи! Мы рады вновь приветствовать вас на наших видеоуроках кыргызского языка. Сегодня мы с вами поговорим о множественном числе существительных. В кыргызском языке форма множественного числа существительных образуется путем присоединения к основе слова окончания множественного числа «дар» и его производных. «Дар» — «дэр» — «дор» — «дэр» — «лар» — «лэр» — «лэр» — «тар» — «тэр» — «тор» — «тэр». Если основа слова заканчивается на гласную, на и краткую или на р, то аффиксы множественного числа в этих случаях будут лар-лер, лор-лер. Например, ата-отец, ата-лар-отцы, уй-корова, уй-лар-коровы, ир-песня, ир-лар-песни, ине-мать, им-э-лер-матери, и-й-дом, и-лер-дама. Если основа существительного заканчивается на звонкую согласную, то окончания во множественном числе будут дар-дерь, дор-дерь. Например, кыз-девочка, кыз-дар-девочки, а-кын-поэт, а-кын-дар-поэты, ги-ин-одежда, ги-ин-дэр-одежды, ток-том-постановление, ток-том-дор-постановление-я, и к-ль-озеро, к-ль-дэр-озера. И если основа существительного заканчивается на глухую согласную, то окончания множественного числа будут тар-дерь, тор-дер. Например, таш-камень, таш-тар-камни, студент-студент, студент-дерь-студенты, к-он-ок-гость, к-он-ок-тор-гости, к-к-м-э-т-правительство и к-к-м-э-т-т-ер-правительство по множественным числе. Обратите внимание, что гласные в аффиксах множественного числа, подчиняясь закону синдармонизма, созвучны последней гласной основе. При склонении существительных во множественном числе падежные окончания ставятся после окончания множественного числа. Например, шаар-ларда в городах шаар – город, лар – окончание множественного числа, да – аффикс местного падежа. Сабак-тардан – с уроков, савак – урок, тар – окончание множественного числа, дан – аффикс исходного падежа. Итак, сегодня вы узнали, как образуется множественное число существительных в каргызском языке. На этом наш урок закончен. Материалы для урока были взяты из учебника Гульмира Дюшеевой «Клэмкараткантиль». До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова